Ну что ж, вторая книга САКС. Начинается эта книга Извещением о смерти царя Саула Давид искренне плачет, оплакивает своего предшественника Также оплакивает смерть своего сердечного друга, брата Иоаннафана То есть мы не встречаем Какой-то радости Со стороны Давида Что вот, наконец Он пришел к власти И погиб искавшей души Он искренний человек И Любил Непритворно Его как помазанника Об этом мы знаем Из предыдущих книг И вот здесь во второй главе Встречается странная вещь Мы-то знаем, что Давида Помазал на царство В юном возрасте Пророк Самуил Но во второй главе четвертого стиха Приходят мужи Иудины И помазали там Давида на царство Над домом Иудиным Помните Это не последнее помазание Царя Давида На царство Так же придут еще Сыны Израиля И они тоже Совершат Помазание Давида на царство Как это понимать? Вообще Мы знаем еще Из учебников Догматики Что человек Помазуется Единожды Миром Первый раз Вернее сказать Дважды В некоторых случаях Первый раз Помазуется После крещения Человек Так называемое Таинство Миру помазания И некоторые По ошибке Говорят Батюшка Помируйте меня Когда священник Помните Помазывает Конечно Не мира Это Елей Елей Масло А мира Это Вещество Приготовленное Особенным Образом И Оно Используется Только В этом Таинстве Но Второй раз Помазывается Человек Если Его Возводят На царский Трон Цари Помазаются Второй раз По Нашей Православной Традиции Возведение На царский Дом И Царь Давид Был помазан Самуилом Ну вот Эти Очередные Помазания Иудеями Израильтянами Нужно заметить Что Книга Первая И вторая Книга Царствия Эти книги Хуже Всего Вообще Сохранились В рукописях То есть Из всего Кодекса Ветхозаветных Книг Это самые Поврежденные Книги Самые Поврежденные И Приходилось Восстанавливать С большим Трудом Эти книги Там есть Некоторая Как бы Путаница Встречается В этих Текстах С этим Тоже Связано Например И Помазание В данном Случа Это не Помазание Это Признание Вначале Признали Его Царем Иудеи А Коже Израильтяне Хотя Конечно Мог совершаться Какой-то Обряд Можно допускать Особенно В то время Когда Не было Четко Установленного Чина Помазания На Царство Это Скорее Такой Харизматичный Был Пророка А для Пророков Как известно Закон Не писан Люди Которые Живут В особенном Измерении Скажем Так Это Люди Божии Исключительные Люди Конечно Можно Допускать Что Все-таки Возливался Возможно Елей На голову Царя Давида Со стороны Старейших Иудейских И Израильских Не так Все гладко Конечно Одновременно Не было Признания Всем народом Царя Давида Как своего Монарха Мы знаем Что Потомок Саула Иевосфей Он Какое-то Время Создавал Смуту Междуусобную Смуту Гражданской Войны Между Иудеями И Израильтянами При поддержке Талантливого Полководца Авенира У Давида Он тоже Талантливый Полководец Преданный Полководец Иоав Вы знаете Его драматичную Судьбу Из страниц Второй Минги царств Он С какой-то Просто Знаете Такой вот Самоотверженностью Какой-то Такой Необычной Вот Он Отстаивал Своё Военное Первенство Были Были Достаточно Такие Сложные Перепетии В этой В этой Гражданской Войне Не совсем Честные Это вот Во второй Главе Когда Помните Встретился Авенир Иоав И было Предложено Чтобы Вышли Воины Отборные Воины И сразились Между собой И Чтобы Была Предрешена Война Такой Скажем Малой Крови Всё Проигнорировалось И война Собственно Продолжалась Затем Всё-таки Давид Воцаряется Над Сей полнотой Народа Божия И пришли Как говорит нам Пятая Глава Все Колены Израиля К Давиду В Хеврон И сказали Вот мы Кости твои И плоть твоя И Пришли Все Старейшины Израиля К царю В Хеврон И заключили С ним И заключил С ним Царь Давид Завет В Хевроне Перед Господом И помазали Давидов Царя Над всем Израилем Тридцать лет Было Давиду Когда он Воцарился Царством Сорок лет В Хевроне Царствовал Над Иудою Семь лет И шесть месяцев И в Иерусалиме Царствовал Тридцать три года Над всем Израилем Израилем Иудой Вообще сорок лет Можно сказать Благополучно Конечно С переменным Успехом Царствовал Царь Давид Много Совершал Побед И над Филистимлянами И над Другими Хананскими Народами Ну вот Над чем Важно Остановиться Здесь Есть Две Идеи Царства Как такового Я имею ввиду Самой Системы Власти Здесь Она Прослеживается Две Идеи Первая Идея Идея Саула Собственно Это чисто Политическая Идея Властвовать Над Народом Над Народом Богом Избранным Богом Созданным Народом Поначалу Увлечен Был Этой Идеей И царь Давид Ну вот В шестой Главе Мы Видим Что Царь Давид Понимает Особенно После Взятия Иерусалима Вообще Иерусалим Конечно Это особый Город С Особым Статусом 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 Взял Иерусалим За тысячу лет До Божества Иерусалим До этого Момента Он Он Не Принадлежал Ни Одному Колену Израильскому И Иудейскому В смысле И Колену Иуде То есть Этот Город Был Внутри Этих Колен Но Там Жили И 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 Помните Как Они Насмехались Над Давидом Когда Узнали О том Что Давид И Имеет Намерение Взять И Мы Поставим Слепых И Хромых И Вы Все Рано Не Сможете Взять И Об этом Говорит Нам Иосиф Лапин У него Есть Замечательная Книга Называется Иудейские Древности Это Вообще Пересказ Священного Писания Ветхого Завета Что То Совпадает С Текстом Ветхого Завета А что То То ли Является Домыслом То ли Является Частью Иудейского Предания Бодриного Потому что Не все Книги Канонические По Содержанию Вошли в Канон Священного Писания Ветхого Завета То есть Нам Упоминает Сам Текст Ветхого Завета Какие-то Книги Которых Нет В каноне Ветхого Завета Там Книга Брани Например Книга Праведного И так Далее То есть Есть много Таких Но Они Сохранились Фрагментарно Вот И Собственно Они Не включены Эти книги В канон Ветхого Завета И В данном Случае Иосиф Флавий Говорит О том Что И Еусеи Действительно Поставили Слепых И хромых На стен Иерусалима Как Вездёвку Но Все равно Давид Не сможет Взять Иерусалим А стены До сих пор Те же самые Стены Сейчас Скажу Вам Точно Значит Есть Достаточно Большой Фрагмент Стены Иевуса Именно Так Назывался Иерусалим В то время Который Принадлежал Иерусеям Соответственно И Вы были Иерусалим И вы знаете Вот Если Мы Переходим Через Дорогу К Гефсиманскому Саду От стен Иерусалима Мы сделали Наблюдали Вороты Да Да Так вот Если смотреть Именно С Гефсиманского Сада Вот эти Ворота Замурованные Ворота С левой Стороны Дальше Пройти Да И там Есть Большой Фрагмент Этой Стены Иевусеев Действительно Это Такое Мощное Сооружение Что-что Отличается От Севремен Причем Второй Половине 30-х Где-то Даже В 60-х Годах Сейчас Можно Наблюдать И Видеть Достаточно Такое Впечатляющее Сооружение И И Иерусалим Был Взят И Вот Этот Город Как я Уже Сказал Он Не Принадлежал Ни Одному Из Колен Израиля И Там Создает Давид Свою Столицу Вообще Такой Шаг Можно Часто Обнаруживать Когда Ну я Приведу Сразу Несколько Примеров Первый Пример Это Константин Великий Он Был Императором Рима Но Помните Когда Он Победил Врага Силою Креста То В скорости Он Создает Столицу На Можно Скать Пустынном Месте Ну с точки Зрения Города Византии Он Собой Ничего Не Представлял Ну то есть Было Какое-то Селение Маленькое Византии На Берегу Баспора Не Кемерийского Вот Значит А Византийского Так 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 вот Он Создает Столицу На Новом Месте Потому Что Что Такой Рим Рим И На То Время Это Заевшиеся Патриции Которые Были Достаточно Уверены В своих Клановых Связях Возможностях В богатстве Одним словом Знаете Как говорят Все те же лица То есть Они Правили Из поколения В поколение Что Что Именно Второй Пример Для того Чтобы Конечно Неправильный Был шаг Но Тем не менее Ну Конечно Тоже Можно Смотреть С разных Точек Зрения Такой Скажем Спорный Вопрос Но Тем не менее Петр Император Петр Первый Он Создает Новую Столицу Санкт-Петербург Он Создает Для того Чтобы Там Были Столичные Новые Взгляды На Россию Европейские Продвинутые Прогрессивные Скажу Да Но Москва То тоже Так построилась В принципе Вы знаете Это Такой Вот Обычный Я бы Сказал Обычный Шаг Политика То есть Ему Нужно Создавать Своё Окружение Своё Окружение И А Конечно В старом Городе Столичном Городе Это Окружение Создать Ну Невозможно Невозможно То есть Эти идеи Которые Просто Витают В воздухе Всё Этим Пропитано Древние Здания И так далее Гербы Родовые И всё Прочее То есть Нужна Была Новая Идея И Если бы Он Создал Каком-то Городе Какого-то Колена То Это Колено Было Бы Ну Сразу Чувствовало Свою Какую-то Приоритетность Понимаете А Тем более Настолько Была Напряженная Ситуация В отношении К Между Коленами Особенно Вопрос Первородства Всегда Он Стоял В этом Израильском Обществе Помните Как будут Упрекать Израильтяне Иудеев Или Так Кто Первенцы Собственно Вы Или Мы Конечно Иуда Не Первенец Был И Тем Не Менее А Вот Сам Иерусалим Он Был Еще Не Так Сказать Не Завоеванным Местом И Его Завоевывает Именно Тогда Когда Начинается Монархия Израильская Монархия Конечно Она была И при Сауле Но Это все Было В таком Зачаточном В таком Каком-то Уродливом Состоянии Что Просто Говорить О какой-то Монархии Не приходится И Нам Нужно Я вам говорил Предлагал Прочитать Еще одну Книгу Эта книга Первая Паралипометан Из греческого Языка Пропущенная Читали? Не Она Ветхом Завете Не Сомневайтесь Мы Поняли Братья Что Прочесть Надо Что Что Сказали Что Мы ее Проходить Не будем Нет Мы Мы ее Мы как бы Не будем Проходить Но Мы ее Должны Почитать Понимаете Почему Ее Нужно Не будем Проходить Потому Что Она Дублирует Первую И вторую Книгу Царств Это Первая Книга Паралипометан А вторая Соответственно Третья Четвертая Дублирует И в чем-то Дублирует А в чем-то Дополняет И вот В В этой Первой Книге Идет Речь Тоже О перенесении Ковчега Тринадцатая Глава Так вот Интересная Мысль О которой Не сказано У нас Во второй Книге Царств В этом Отношении В смысле Перенесения Ковчега Когда Собрал Старейшин Давид И Для того Чтобы Перенести Верусалим Ковчег Завета Пишется Здесь И советовался Давид С тысяченачальниками Сотниками И со всеми Вождями Сказал Давид Всему Собранию Израильцян Если угодно Вам И если на то Будет воля Господа Нашим Пошлем Повсюду К прочим Братьям Нашим По всей Земле Израильской Вместе С ними К священникам И левитам В города И селения Чтобы они Собрались К нам И перенесем К себе Ковчег Бога Нашего Потому что Во дни Саула Мы не Обращались К ним И сказала Все Собрание Да Будет Так Потому что Это дело Всему народу Казалось Справедливым Во время Во времена Судей Израильских Было Как нам Известно Двоеверие Бога Признавали Но На практике Бог Бог Скорее Был Каким-то Теоретическим Довеском А вот Практика Религиозная Практика Евреев Того Времени Была Языческой И не Обращались К Богу Через Ковчег Завета Об этом Говорит Достаточно Справедливо Царь Давид И он Призывает Старейшин К тому Чтобы Восторжествовала Справедливость Нужно Перенести Столицу Царства Иудея Израильского Ковчег Завета И вот Я Говорил О том Что Существует Две Идеи Монархии Политическая И Теократическая Вот Это Можно Сказать Второй Период Царя Давида Когда Он Начинает Видеть В форме Монархии Прежде всего Теократия Бог Дал Ему Царство Бог Призвал К служению Его На царство Значит Он Должен Служить Богу И Людям Но на самом Деле Царствует Над Израилем Богом И Это Становится Очевидностью Всегда Когда Приходят Пророки К Царям Эти Пророки Возвещают Воль Божию И Как бы Корректируют Неправильность В Царствовании Израиля Справляют Ошибки Вот такой Интересный Случай В пятой Главе Книги Царств Второй Каким Образом Была Осуществлена Победа Давида Над Филистимлянами 22 Стихи Пришли Опять Филистимляне И Расположились В долине Рефаим И Вопросил Давид Господа Иди Ли Мне Против Филистимлян И Предаш Лих В руки Мои И Он То есть Господь Отвечал Ему Не Выходи Навстречу Им А зайди Им С тылу И Иди К ним Со стороны Тутовой Рощи И Когда Услышишь Шум Как бы Идущего По вершинам Тутовых Деревьев То Двинься Ибо Тогда Пошел Господь Перед Тобою Чтобы Поразить Войско Филистимское И Сделал Давид Как повелел Ему Господь И Поразил Филистимлян От Гавайи До Газера Стратегия Небесная Вот Но Понимаете Вот Здесь Очевидно Что Бог Царствует Над Израильским Царством Казалось бы Действительно Так Воевать Легко Но Почему-то Цари Отступали От Такого Легкого Пути Последующие Цари Конечно Мы будем Видеть Почему Отступали Перенесение Ковчега Дело Оказалось Не такое Уж Простое Казалось бы Господь Должен Приветствовать Это Перенесение Так ведь Но Помните Когда Совершалось Перенесение Ковчега Произошла Трагедия Некто Оза Когда Переносили Ковчег А вернее Сказать Перевозили Ковчег На Колеснице И Он Поддержал Рукой Своей Ковчег И Господь Поразил Его На Месте Насмерть С чем Это связан Грех Седьмой Стих Шестой Главе Вы нам Говорите И Поразил Его Бог Там же Задерзновение И Умер Он Там У Ковчега Божия И Опечалился Давид Что Господь Поразил Озу Место Сие И Доныне Называется Поражение Озы И Устрашился Давид В тот День Господа И Сказал Как Войти Ко мне Ковчегу Господню То есть Иерусалим И Не Захотел Давид Вести Ковчег Господень К себе В Город Давидов А Обратил Его В дом Авидара Гефи Гефянина И Оставался Ковчег Господень В доме Авидара Три Месяца И Благословил Господь Авидара И Весь Дом Его Как Вы Думаете Почему Произошла Эта Смерть Что Благодарение Так Да Действительно Здесь идет Речь О том Что Было Некое Герзновение Несвоевременное Герзновение Но С другой Стороны Очень Важно Вспомнить Давайте Мы Посмотрим Второзаконие Двенадцатую Главу И В этой Главе В пятом Стихе Говорится Но К месту Какое Изберет Господь Бог Ваш Из всех Колен Ваших Чтобы Пребывать Имени Его Там Обращайтесь И Туда Приходите И Туда Приносите Всесожжение Ваши И Жертвы Ваши Десятины Тринадцатый Стих Берегите Берегись Приносить Всесожжение Твое На всяком Месте Которое Ты Увидишь Но На том Только Месте Которое Изберет Господь Бог Твой В одном Из колен Твоих Приноси Всесожжение Твое И делай Все Что Заповедую Тебе Сегодня То есть Смысл Заключается В том Что Во-первых Господь Должен Быть Инициатором Перенесения Ковчега И Господь Является Инициатором Куда Переносить В какое Место Ковчег Одна Ключе Вторая Ключе Помните Как тщательно В книге Левит Расписываются Обязанности Левитов Кто Что Должен Нести Сказано Ли там Что Можно На колеснице Перевозить Ковчег Нет Только на руках Только на руках Должны были Специальные Шесты Но они конечно Остаются Они остаются Нужно заметить Они есть То ли Левиты Развинились То ли Совсем Забыли О том В чем Их Обязанности Но помните Там уже Даже шесты Специальные Для Ковчега Чтобы они Могли Переносить Причем Не каждый Левит Имел Право Переносить Ковчег А только Там помните Каждый род Левитов Имел Какое-то Определенное Послушание Одним Несли Одно Другое Третье Третье То есть Это было Нарушение А с другой стороны Это не просто Нарушение Было Это было Попрание Попрание Тех законов Которые Господь Учреждал Более того Это было еще Нарушение Обещания Ведь народ Обещал Что он будет Исполнять Это было И клятва Преступления Поэтому Здесь нужно Посмотреть Правде В глаза Не было Здесь просто Жестокого Наказания Бога Этого Несчастного Озы Затем Затем Насказал Только Одного Озу Нет Они Ну собственно Они не были Наказаны Видимо Одной смерти Было достаточно Почему Потому что Так и никто Ничего не понял Даже Давид Не понял В чем тут Собственно Проблема Он подумал Что только Вот Герзновение Прикосновение Но Видимо После Молитв Усердных Это нам Становится Известно Только уже Из книги Паралипомедов Где Давид Начинает Собирать Всех Левитов Священников И напоминать Им Об их Обязанности И он Четко Распределяет И при Давиде Было Распределено Служение Священников В храме И Прискини На четыре Череды И Вот этот Страх Который Объял Давида Он Оставил Ковчег На месте В доме Этого Авидара Но Через Какое-то Время Он узнает Что Господь Через Через Три Месяца Господь Благословил Авидара И весь Дом Его Конечно Давид Предпринимает Все Необходимые Меры Как я уже Сказал Связанные С упорядочены С упорядочением При неприносимой Жертвы Представляете Да То есть Как бы За все то время Которое Не приносилось Жертв И движение И движение Совершалось Это Такое Благодатное Движение Совершалось При всеобщей Радости И ликовании Играли На музыкальных Инструментах И Сам Царь Давид Танцевал Перед Ковчегом От радости Его Жена Не смогла Оценить Это Правильно И Ее Это Очень Смутило Она считала Что Он Унижает Себя Совершенно верно И Когда Они Встретились То Она Высказала Но Давид Сказал Милхоле Перед Господом Плясать Буду И Благословен Господь Который Предпочел Меня Отцу Твою И Всему Дому Его Утвердив Меня Вождем Народа Господня Израиля Пред Господом Играть И Плясать Буду И Я Еще Больше Уничижусь И Сделаюсь Еще Ничтожнее В глазах Моих И Перед Служанками О которых Ты говоришь Я буду Славя И У Милхолы Дочери Сауловой Не Было Детей До Дня Смерть Ее Это было Наказание Сразу же Как Наказана Была Понимаете Вот Акция Реакция Вот Нет Ни Одного Греха Без Наказания Но Кого Люблю Того Наказую Говорит Господь Господь Не Откладывает Наказание На Потом А Дает Наказание Как Бы Сразу Для Того Чтобы Человек Мог Искупить Вину Своего Греха Что Могло Быть Больше Наказание Бездетности Акция Первый Греха Я считаю Что Брежно Греха Царь Давид Не считает Понимаете Вот Здесь Интересное Как бы Несовпадение В миссии Что Несовпадает Да Ну Уж Я не знаю Значит Как там С притопом Прихлопом Это Происходило Но Это Был Танец Понимаете Конечно А помните Как мы В каноне Пасхальном С какаши Да С какаши Играя Виселыми Ногами Это может быть По старости Вам уже Непонятно Как Интерфим Понимаете Энтузиазм Такой Духовный Нет Простите 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 Что 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 На группе Господнем Помните Даже Однажды Такое Случилось Что их Не пустили Вот Чтобы они Исполнили Свой Обычный Танец Пасхального Ликования И не Сошел Благодатный Огонь Это было В 2003 Году И Все Таки Осознали Ошибку Вернули Этих Плесунов И Благодатный Огонь Сошел Как Обычно Так что Конечно Я не призываю Понимаете Ни к чему Вот Чтобы в нашем Храме Так сказать Но Нужно Заметить Вот Может кто-то Смотрел Замечательный Фильм Христос Остановился В Найробе И Идет речь О Жизни Православной Церкви В Гении И Там Есть Православная Церковь И Они За Богослужением Самые Ответственные Моменты Приплясывают Негры Да Херувимская Песня Там по-моему Даже Я уже сейчас Не помню Но какие-то Именно Важные Моменты Вы знаете Здесь нужно Понять Что Если конечно Мы начнем Плясать За Богослужением Во-первых Это будет Полной Дикость Понимаете Если Мы За Своим Богослужением Потому что Это не свойственно Вообще Для нашего Понимаете Человека Но Для них Стоять Понимаете Без Движения Ну Они Просто Вот Мне Сколько Приходилось Видеть Вообще Негров Вот Они Они Не могут Без движения Даже Разговаривать Просто Это Очень такая Очень Пестрая Жестикуляция Какое-то Вот Пританцовывание Буквально А я Дело в том Что В Афинах Жил В одном Подъезде И там Жили Ниже Негры Вот И Просто Часто Приходилось Вот И видеть И Так сказать Общаться Так Но это Конечно Постоянное Какое-то Движение Что-что Ну уж Я не знаю Это Не знаю Не знаю По-всякому Бывало По-всякому Так Значит Переходим И дальше Тогда Остановился Ковчег В Иерусалиме И вот Седьмая Глава Нам Говорит О таком Каком-то Странном Зигзаге Я бы Сказал Тогда Сказал Царь Пророку Нафан Вот Я живу В доме Гетрова А Ковчег Божий Находится Под шатром И Сказал Нафан Царю Все Что у тебя На сердце Иди Делай Ибо Господь С тобою Нафан Это Пророк Он Говорит Делай Господь С тобою Но Явно Поспешил Пророк Нафан Это Не Была Воля Божия В ту же Ночь Было Слово Господа Кнафан Пойди Скажи Рабу Моему Давиду Так Говорит Господь Ты ли Построишь Мне Дом Для Моего Обитания Когда Я не Жил В доме С того Времени Как Вывел Сынов Израилевых Из Египта И до Сего Дня Но Переходил В шатре И в стении Мнение Мысли Высказанное Нафаном Не совпадало С тем С той волей Божией Которую Господь Сказал Нафан В ту же Ночь Здесь Очень много Моментов Которые Нужно Разобрать Значит Есть У пророка И нечто Человеческое То есть Не всегда Пророк Пророчествует Иногда Он размышляет По-человечески Просто По-человечески Более того Он даже Ошибается Но здесь Еще и более Интересная Ситуация Здесь Говорит Пророк Кому Пророк Потому что Царь Давид Не иначе Мы его Называем Как пророк Святые Пророчи Давиде Моли Бога Нас Один пророк Не знает И другой Пророк Не знает И не страшно Они же не Спросили У вас Когда Пророк Но здесь Здесь другая Страна Медали Конечно Конечно Вот Вы правильно Заметили Очень правильно У вас Вот Некоторые Говорят А вот Зачем Молиться Вот Зачем Молиться А Молиться Нужно Потому что Когда Мы Совершаем Акт Молитвы Обращение К Богу То это значит Что мы Готовы Слушать Его Волю Мы В ожидании А пророк Он в ожидании Откровения Тогда Когда он Обращается К нему Если мы Посмотрим На Иконостас Видите Все Обращены И Фигуры К Центральной Фигуре В Полуобороте Они Как бы Застыли В ожидании В ожидании Откровения От Бога Знаете Когда Человек Хочет Услышать Но Какие-то Шумы Ему Мешают Он 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 Все Тело Это Одно Ожидание Одно Прислушивание Они Как бы Застывают Не Напоминают Ли нам Эти Иконы Именно Застывшие Фигуры Ожидания Вслушивания И Прислушивания Да Да Только Древние Конечно Именно В этом Богословии Иконы Они Даже Как будто Мертвые Эти фигуры И Только Глаза Живые И Только Сама Поза Этой Фигуры Указывает На Нечто На На Слушание Чего-то Очень Важного Эти Пророки Сказали От ветра Главы Своей Не Помолились Правильно Не Помолились Переоценили Себя В каком-то Смысле Конечно Новый Завет Это будет Завет Можно Сказать Большей Святости Потому Что Серафим Саровский Когда его Спросили Как это Батюшка У вас Получается Постоянно Пророчествовать А он Говорит Вот мне Приходит Мысль И говорю Оказывается Что это Пророчество Потому Что ему Просто Плохие Мысли Не приходят Ему Только Хорошие Мысли От Бога Потому Что Он Настолько Трезвенно И Бодрственно Ведет Свою Духовную Жизнь Что Плохие Мысли Им Вообще Не приходят Ну Я не могу Сказать Что здесь Плохие Были На Но Скажем Так Не привыкли Я думаю Что человек Ко всему Привыкает Наверное Видимо Да Если Вот Нам Появился Сейчас Бог Наверное Не так Наверное Да Может быть Все Может быть Конечно Нам сложно Говорить Потому Что Это Люди Которые Живут В другой Плоскости Вот Для них Привычно Говорить С Богом Для нас Это Непривычно Скажем Так Ну Что-то Нам Известно Из Святоотеческих Толгований Объяснений Этих Моментов Но Нужно Понять Что Вот Видите Такое Бывает И с Пророками Другое Почему Я сказал Что Это Такой Странный Зигзаг Потому Что С Одной Стороны Господь Отказывается От Такого Благого Желания Да С одной С одной Стороны Царь Давид Хочет Построить Достойный Храм Вместо Палатки Что Сам Он Чувствует Он Живет В кедровом Доме Господь Отказывается Но С другой Стороны Он Говорит Да Построите Но Не Ты Построишь А Построить Твой Сын И Вот В Книге Паралипомена Говорится Из Первых Уст Царя Давида И Сказал Давид Соломону 22 Глава 7 Стих Сын Сын Мой У Меня Было На Сердце Построить Дом Во Имя Господа Бога Моего Но Было Ко Мне Слово Господне И Сказано Ты Пролил Много Крови И Вел Большие Войны Ты Не Должен Строить Дом Имени Моему Потому Что Пролил Много Крови На Землю Пред Лицем Моим Вот У Тебя Родится Сын Он Будет Человек Мирный А Соломон Так И Переводится Мирный Я Дам Ему Покой От Всех Врагов Его Кругом Посему Имя Ему Будет Соломон Ну Собственно Мирный И Мир И Покой Дам Израилю Водни Его Так Ну Там Донежили Тоже Совершал Над пленами Какие жестокости И Цепями И Пилами Это Было Страшное Жестокое Вспомните Да Действительно Все это Перед лицем Господним Совершалось И С людьми Да А Получается Что Мотивация Очень И Очень Понятная Почему Давид Не Может Осуществить Своё Благое Желание И Вот Нам Тоже Нужно Себе Задать Вопрос Вот Мы Тоже Хотим Много Совершить Благого Почему То Господь Нам Не Дает Вот Казалось Мы Хотим Что-то Хорошее Сделать Правда Ведь И Никак А Потому Что В нашей Жизни Видимо Есть Какая То Сверга Особенно Нам Нужно Помнить Кто Совершил Грех Аборта Пролитие Крови И Может Быть Господь От Нас Не Принимает Что-то Здесь Ответ На Этот Вопрос Такой Очень Философский Ответ И Одновременно Вопрос Ты Ли Построишь Мне Дом Действительно Кто Может Дом Построить Бог Разве Он Нуждается В Доме Батюшка Вот За Все То Время Что Вот Они Завоевывали Вот Эти Вот Земли Господь Был Как Беспризорный Я Не то Слово Подобрала Но Его Оставляли На Чужих Землях Его Оставляли Его Оставляли И Знаете Вот И я Вам Мелко Знаете Как Такое Временное Квартирование Это Только Его Скиния И На горе Синаин Там Еще Вот Когда Был Это Вот Он Как Изгнанник И Самое Удивительное Что Он Смиренно Он Не Отказывается От Того Чтобы Быть Скитальца И Более Того Мысль Относительно Скиния Она Очень Глубокая В сравнении Из Идеи Храма Давида Объясню Почему Скиния Помните Когда Было Повеление От Бога Начинал Двигаться Столб Облачный Или Огненный Столб Евреи Должны Были Встать И И И И И И И И И То есть Он Желал Этого Движения Затем И 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 которая не совпадала с идеей Скинии. Когда в книге Судей нам говорится, где был Ковчег, то он был в разных городах. И опять-таки это говорилось о том, что Господь не предпочитал одного колена другому колену. Он как бы ходил по земле среди своего народа. Но вот Давид хочет сделать такой дом, чтобы привязать к своему дому, к монаршему дому. И это неправильно. Но Господь опять-таки это принимает, потому что иначе уже быть не может. Люди уже не готовы к тому, чтобы вернуться в те времена, когда Господь ходил своей Скинией по всему народу Божьему. Интересная и другая деталь. Заблагородное... Ну, все-таки это было благородное движение царя Давида. Может быть, неправильное в богословском смысле. То есть, Он не до конца понимал Скинию, в чем ее глубокий смысл и назначение. Но как отвечает интересно Господь? Он говорит, что ты мне не построишь дом, а Я тебе построю. В 11 стихе говорит, «С того времени, как Я поставил судей над народом Моим Израилем, и Я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Ты хотел построить мне дом благородное желание. И за это благородное желание я тебя отблагодарю. Я тебе устрою дом. Но ты мне сам не построишь, потому что ты пролил много крови». То есть, мы видим, что Господь как бы отказывается от благородных желаний Давида, но в то же время Он принимает их. То есть, Он отсеивает лишнее, ненужное, и уже в новом замысле эту идею возвращает для Израиля. Вообще, конечно, идея Скинии – это очень глубокая идея. Она очень тесно связана с именем Яхве. Помните, мы разбирали очень интересный момент этого имени, что все имена даются нам в форме существительного или прилагательного. И ни одного нет имени в форме глагола. Кто-нибудь может мне назвать? Нет, это единственное имя на еврейском языке. Яхве. Аз есмь. В первом лице. Есмь – значит «присутствую». Но как можно обнаружить присутствие Бога? Помните, накануне чего Господь открыл это таинственное имя Моисею? Накануне возвращения Моисея в Египет с горы Синай. Это откровение было дано у неопалимой кубины. Значит, постигнуть присутствие Бога можно только в том случае, если откликнуться на Его зов и пойти за Ним. не смогли бы обнаружить евреи в Египте присутствие Бога, если бы они не откликнулись на зов Божий идти, бросив Египет, идти в пустыню. И, когда человек начинает идти за Богом в неизвестность, то нужно понять, что неизвестность, Божья неизвестность, она более защищена, чем известность человеческая. Бог никогда не предаст человеку. Бог никогда не оставит верного человека. И вот храм, который движется на ногах человечества, не на колесах колесницы, которую везут ослы, валы и так далее, а именно на ногах человечества. «Если вы хотите постигнуть Меня, вы должны идти за Мной». Не напоминает ли нам это евангельское, когда Господь сказал, «Кто хочет совершенен быть, пусть отвержится себя, возьмет крест свой и идет за Мной». Вот здесь открывается этот глубокий смысл эскинии. Движение за Богом. Только в движении мы начинаем видеть эти дивные и славные чудеса, которые Господь слышит. Почему духовная аскеза называется на нашем славянском языке как «подвиг»? в этом заложено слово в слове «движение». Без движения не может быть постижение Бога. А смерть, если мы посмотрим в наши славянские словари, смерть имеет общий корень словом «смердить», «смердать», «смердать». Все, понимаете, связано с остыванием, с затхлостью и так далее, и так далее. Остановка движения. Бог — это движение прежде всего. А храм иерусалимский, который будет построен Соломоном, конечно, он прекрасный храм, но этот храм будет все-таки отдаленно напоминать о том славном прошлом, когда Господь был среди иудеев всегда и израильтян. Помните, всегда все формировалось в обществе израильской вокруг. А так они уже были расселены по всей земле и собирались трижды в год на самые великие праздники в Иерусалим. Конечно, это тоже был подвиг с одной стороны для евреев. Бросить все три раза в год, идти в Иерусалим, все свои поля, они все-таки вели оседлый образ жизни. Тоже было доверие Богу, конечно. Скиния в сложенном виде лежала в притворе Соломонова, как некий памятник о славном прошлом Израиле. В книге Паралипомена в 28 главе 19 стихе говорится от уст царя Давида царю Соломону его сыну «Все сие в письмени от Господа говорил Давид, как он вразумил меня на все дела постройки». То есть, Господь дал проект храма Иерусалимского. Так сказал Давид, так меня Господь вразумил. Обратите внимание, что самые такие священные постройки были все по проекту Божьему. Ковчег Ноев был построен от начала до конца по проекту Божьему. Все Господь говорил, как нужно сделать. Скиния была тоже по проекту Божьему. Помните, все четко было расписано. И Давид свидетельствует своему сыну, что это храм был, тоже построен по проекту Божьему. Но вы чувствуете разницу в идее монаршества и в идее, вот той теократической идеи, когда не было царя в Израиле. была свобода прежде всего еврейского народа. Евреи были равны. Конечно, они были в функциональном отношении различными людьми. Кто-то был тысяченачальником, кто-то стоначальником, кто-то письмоводителем и так далее. Все это, конечно, были определенные должности священники и так далее. Но не было централизации власти по горизонтали. то есть все понимали, что они служат только Богу. Никто ни над кем не царствовал. И если сейчас люди говорят о демократии, то это вот внутри где-то живет вот это желание какой-то вот такой, знаете, свободы от всяких различных несвобод. но когда-то же на заре библейской истории люди сами отказались. Они сами заковали себя в панцирь. Цари захотели, как прочие народы. А сколько, помните, извращений в царских домах было. Сколько хапотом мы будем читать в третьей четвертой книге царств. Это будут деспоты, которые будут, можно сказать, последние соки выжимать из своего народа. Начнутся бунты, гражданские войны внутри народа. Но они сами захотели царя. дальше. Дальше. Совершает в скорости Давид грех при любодеянии. Что-то там так некрасиво горит на подсвечке. еще у нас есть минут двадцать. Да? При любодеянии Давида. Так вот, несмотря на то, что он получил такие гарантии от Бога, откровения, о том, что Господь устроит его дом. Давид, несмотря на то, что имел много жон, затем имел гарем большой, однажды соблазнился женщиной, красивой, как нам говорит в Писании, видом своим, когда она обнаженной омывала свое тело. И он увидел это из своих царских чертогов. Соблазнился он ее красотой и велел привести ее к себе. Но эта женщина была замужней. За его же офицером, верным офицером Урией, который служил ему верой и правдой. Помните, когда он вернется с очередного похода, он даже не позволит себе войти к жене своей, а будет на улице спать, потому что говорит, мои же собратья еще там в поле. Здесь показано достоинство этого воина в сравнении с кем? С царем Давида. Понимаете, все настолько очевидно. И обратите внимание, что уделяете в Священном Писании больше внимания греху человеческому, чем каким-то стратегиям. Это все, да, вот было какое-то событие, там, да, все прошло. А вот как раскручивается художественно повествование о грехе. Зачем это? А затем, чтобы показать, нет праведного ни одного из людей. Все согрешили перед Богом. Нет такого праведного, который мог бы войти, знаете, так открыв ногой дверь в рай. Нет. Бог только может спасти человека. Все праведники в ад уходили. совершает какое-то дальше преступление после прелюбодеяния. Таким, понимаете, подлым образом отправляет Урию, своего верного слугу, покорного слугу, в место, где его убивают. И помните, как там такой диалог произошел хитрый, когда вестник из сражения пришел к царю Давиду, ему, говорит, вначале не говори, то есть вестнику сказал полководец, не говори, что погиб Урия, а потом скажешь. Он, говорит, вначале прогневаются, а поражены. но потом он оттает. Ты только скажи, что Урия погиб. И как, видите, как он говорит Давиду, передай Иоаву в 25 стихе, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего, усиль войну твою против города и разрушить. Смотрите, вот какие-то тонкости передаются, а здесь-то очевидно, понимаете, что человек уже в агонии в грехах. И вот как вот этот прекрасный образ Давида, который сражался с Голиафом, который бегал от своего преследователя Саула, как это все было прекрасно. И в одночасье с человеком может случиться такое бедствие, которое называется грехом. Полностью человек превращается в ничтожество. и говорит нам 27 стих 11 главы «И было это дело, которое сделал Давид зло в очах Господа». И послал Господь Нафана, пророка, чтобы пробудить от сна греховного притчу, все вы помните, я буду ее пересказывать, она очень понятна доходчивостью Своей. И вот самое важное, так говорит Господь Бог Израиль, «Я помазал тебя в царя над Израилем, и я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом Господина твоего, и жен Господина твоего, налога твоя, и дал тебе дом Израилем и Уидим, и если этого тебе мало, прибавил бы тебе еще больше, зачем же ты пренебрег Слово Господа, сделав злое пред очами его урию хитиянина ты поразил мечом? Он же не поражал мечом, но тем не менее ты поразил мечом. Итак, не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урию хитиянина, чтобы она была тебе женою. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, и возьму жен твоих пред глазами твоими. Помните, когда Авесолом вошел к наложницам, и будет он спать с женами твоими перед этим солнцем. Ты сделал тайну, помните, они же открыто это сделали, на крыше дома, они же плоские крыши на восторг. И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. Согрешил я пред Господом. И именно эти слова меняют тон речи дальнейшей. И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. И сказал тогда Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех. А если подам, так сказал Господу, согрешили мы Господом. Вот. Но, к сожалению, этого не прозвучало из уст ни его, ни его подруги. И Господь снял с тебя грех, ты не умрешь. Тоже помните слова «умрешь после греха с Адамом связи», а здесь ты не умрешь. То есть тогда мы не умерли бы в лице Адама, если бы не произошло, если бы произошло покаяние. Но как ты этим делом подал повод врагом Господа улите его, да умрет родившийся от тебя сын. И пошел Нафан в дом свой. От Версавии умирает первенец Давида. Конечно, Давид очень сокрушался и нам говорит предание о том, что именно 50-й псалом «Помилуй имя Божие, повели землю святую» был написан в покаянии об этом грехе, об этих грехах вы не сказать. Когда мы читаем этот псалом, мы всегда должны вспоминать, какой глубокий и тяжкий грех совершил Давид. Затем начинаются эти наказания. Помните, Амнон и Фома, Амнон изнасиловал свою сестру под другой же сестры по отцу, но не по матери. Причем коварным таким хитрым образом. И затем он также возненавидел ее, как действительно от любви к ненависти. Это как раз тот случай, один шаг. Это от страсти. Любовь называется страстью. Потому что он также возненавидел, как ее любил. Нам так говорит Писание. И далее Ависсалом брат Фомари по матери мстит о многом. Он убивает. Причем тоже таким хитрым, коварным. Вообще это свойственно для Ависсалома, вы знаете, какое-то такое коварство. Хитрость. Помните, как он хитрил там, когда входили люди в Иосолим, вот он сидел и там вот интригами приходил постепенно к власти. Так, но тем не менее царь Давид прощает своего сына, но поначалу сказал, чтобы он не видел, пусть он войдет в Иерусалим, но чтобы не видел лица в Иерусалим. Ависсалом, знаете, кто совершил грех и не раскаялся, тот уже идет путем греха. Ависсалом совершает грех против своего отца. Собирает ополчение, причем, я уж не знаю, как это получилось, но он на свою сторону переманивает, или я не знаю, переманивает, или может быть сам Ахитофел переходит на сторону Ависсалома, а Ахитофел это кто? Это советник. Здесь опять-таки развлачается другая, понимаете, другое зло. нам говорится о том, что Ависсалом и Давид в 16 главе в 23 стихе говорится, что они слушали Ахитофела его совет, потому что он советником был. Ну и там и там был советником, и Давиду был советник. Да, но слушали как Бога его. Почему? Он что, был же пророком? Так, именно здесь подчеркивается, он как раз, понимаете, не был, так сказать, пророком Ахитофел, но слушали его как Бога. Мы знаем конец Ахитофела. Он совершил предательство своего царя Давида и затем, когда он почувствовал, что Ависсалом потерпит поражение, он сделал завещание своим родным и покончил жизнь самоубийством. Это нам напоминает уже такой шаг. А Саул тоже покончил жизнь самоубийством. Он тоже предатель. Хотя идет речь в начале второй книги, что якобы убил все-таки его, помните, дважды рассказывается о его смерти. В первой книге царства говорится о том, что он сам поразил себя, а во второй книге говорится о том, что его поразил его оруженосец. Но это лесть, он поразил себя сам. был лжепророком, что его и слушал один, другой, или закон себя выдавал. Это вы знаете, это как Григорий Распутин, понимаете, это вот такой, понимаете, чудак, который был харизматичным человеком, не в лучшем смысле этого слова. Вот Распутина тоже, сколько он, так сказать, голову морочил царской семье. Но до сих пор не Распутин. Не, ну это однозначно, это все, это не Божий человек. Это не Божий человек. Об этом говорят именно те люди, святые того времени. И в частности княгиня Елизавета, она просто, она была, конечно, так сказать, о нем очень такого, так сказать, плохого мнения. Что-что? Да, да, то есть там были конфликты на этой почве. То есть мы видим слабость императрицы, потому что он мог останавливать кровь. Да, потому что, вы знаете, гемофилией болел наследник. Так, что мы дальше? видим. То есть смерть Алисалова, причем такая смерть, которая тоже очень проклят всяк, висящий на древе. Никто его не вешал. Он сам себя повесил. Конечно, это не было самоубийством, но это, понимаете, что-то очень такое, понимаете, знаковое, мистическое. Мистическое, всегда. Его красота. А вспомните, там очень интересный еще такой момент есть. Что сделал Алисалом? Нам говорит 18 глава, 18 стих, Алисалом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине, ибо сказал он, нет у меня сына, чтобы сохранилась память имени моего, и назвал памятник своим именем. И называется он памятник Алисалома на сегодня. Потому что написано было прежде, чтобы и сына было это. Правильно. Но они были недостойны сыновья. Он даже не считал их сыновья. Да, это правильно. Батюшка, Соломон сын Курии и Давида или от другой? Нет. Он был Версавией. Значит, Версавией, второй сын Версавии от Давида. Потому что первый умер. Помним, у нас еще один был тоже такой сманья величия царь. Саул, он тоже себе сделал памятник. Это уже, знаете, вот там есть свое какое-то черное предание, понимаете? Саул, самопровозгласивший себя Алисалом царем, тоже делает себе памятник. И вот интересная традиция у евреев была до тех пор, пока сохранялся этот памятник, они водили своих детей, благочестивые евреи, и показывали, вот он, Алисалом, о котором вы знаете все. А сейчас берите камень и бросайте этот памятник. И бросали в этот памятник камни евреи. вот такой памятник себе сделал Алисалом. Знаете, вот эта маниакальность на почве собственного величия просматривания в того же Сталина, это собственно, смотрите, это же памятники при жизни. А сколько таких? А помните этот Туркмен-Баши? Помните, там же тоже интересный человек. Такой себе вот восточный шейх, который, понимаете, ну это, видимо, такая, знаете, наследственность вот какая-то вот интересная. Да. Давид остается любящим отцом до конца даже своих таких такого сына, предателя Алисалома приказал царь Иоаву и Овесе и Эфею, говоря, сберегите мне отрока Алисалома. Ну, конечно, они его убивают, потому что они прекрасно понимают, что мира не будет, то есть он постоянно, это такой человек горбатого собственно могилы исправит. Так. Затем мы видим благодушие, глубокое покаяние, действительно, такого мы еще покаяния не встречали. Помните, как семей, он это потомок царя Саула, когда он ушел Давид покорно, сам он не захотел кровопролития в этом городе и ушел, когда он уходил с Иерусалима, сами бросал в него камни. Помните? Ругал. Ругал. И как, несмотря на то, что могли бы же наказать его верные слуги, которые просили, чтобы он позволил им отместить, но он сказал, если это Бог позволяет, то мне нужно только смириться и нести. И вообще было проявлено смирение его во всем. И помните, когда священники хотели следовать с ковчегом завета за ним, он сказал, нет, если Богу угодно, то Господь вернет меня, если нет, то так уж этому и быть, на все его святая Бога. Сидь на царь Давид, это великая душа человека. Вот такие псалмы. Псалмы какие. Покаянные. До сих пор. Конечно, не все псалмы однозначно принадлежат царю Давиду, но не может принадлежать на реках Вавилонских, скажем, псалону Давиду, потому что он не мог описывать события, которые спустя, так сказать, пройдет время и так далее. Конечно, но часть каких-то псалмов принадлежат ему, принадлежат Соломолу. В частности, 17-й псалом исключительно приписывает царю Давиду. Ну, это как бы для нас, собственно, и не важно. И не важно. Но в самом тексте идет идет речь о том, что в 23-й главе 1-й стих «Вот последние слова Давида из речения Давида сына Иисеева, из речения мужа, поставленного высоко, помазанника Бога Яковля и сладкого певца Израиля». «Почему Господь посчитал перепись такой грех Давиду?» А вот сейчас мы подойдем к этому. Так, сейчас, секундочку, чтобы мне все здесь закончить. Ну, мы видим, что как и как он великодушно ко всем тем, кто его предали. Собственно, там непонятная история с Мимфифосфеем, помните, и его слугой. А Мимфифосфей это сын Иоаннафада, его сердечного друга. Тоже очень непонятная история, но тем не менее он прощает. Что, что, да, конечно. Не, ну, помните тогда, там же интрига была, там непонятно в отношениях, когда уходил Давид из города Иерусалима и его слуга, слуга, сейчас напомните мне его имя, его, что-то на С я помню, Сива, Сива. Помните, он сказал, что Мимфосфей имеет это у нас третий стих, и отвечал Сива царю, вот, он остался, то есть, Мимфосфей в Иерусалиме, теперь-то дом Израиля возвратит мне царство отца. Что-что? Что-что? Нет, ну, как это, понимаете, он, понимаете, неблагодарность тут очевидная, понятно, что Алисалом восстал против Давида, все это же было понятно, здесь нельзя было так думать, Мимфосфей, тем более, он из грязи поднял. Правильно, но кто-то был прав, сложно было сказать, поэтому, что он делает, он говорит, разделяет те поля, которые я дал Мимфосфей изначально на двоих, помните? Хотя, конечно, Мимфосфей говорил благородно, он говорит, нет, ты пришел в город, и я готов тебе все отдать, то есть, ну, ничего не может. Да, но, тем не менее, почему-то так он поступил, царь Давид, видимо, дыма без огня, так сказать, не было. Значит, замечательная 22 глава хвалебной песни Давида, ну, уже заканчиваем сейчас, буквально, тут несколько слов, прекрасные, здесь слова замечательные, вот, помните, мы говорили о языке, на котором Господь говорит с людьми, и вот в 26 стихе говорится, с милостивным ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренне, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Нельзя сказать, что Господь ненавидел язычников, а помните случай с гаванитятами, помните, когда начали голодать, начался голод в земле израильской, и когда вопросил Давид, почему голод в земле моей, и тогда он сказал, а это потому, что Саул в свое время нарушил ту клятву, а помните, была клятва, когда Иисус Новин пришел только в землю хананскую, и гаванитяне таким вот лукавым образом, помните, когда они изобразили сцену, что они издалека пришли, там у них хлеб был черствый, и так далее, помните, да, эту историю? Ну ничего. Так вот, сама мысль, что была заключена клятвенная сделка, что они будут дровосеками и водоносами во все дни, а Саул жестоко обратился с ними, он убивал каванитя, хотя клятвенно, он этого не должен был нарушать клятву, и вот за это Господь наказывает голодом, даже прошло время, уже Саула в живых не было, и они, когда Давид обратился к ним и спросил, чего вы хотите, он сказал, только семь человек из рода Саула, и он предоставляет этих потомков Саула, и Господь вновь посылает свои благословения на израильскую землю, то есть лукавый человек был язычник того времени, поэтому с лукавыми лукаво обращался Господь, не было там чистоты, а обратите внимание еще на такие слова, дело делает ноги мои, как олени, и на высотах поставляет меня, научает руки моей брани, и так далее, то есть все Господь давал царю Давиду, ты обращаешь ко мне тыл врагов моих, и я испребляю ненавидящих меня, они взывают, но нет спасающего ко Господу, но он не внемлет им, то есть видите такие моменты, человек будет обращаться, но Бог не будет внимать его молитвы, я рассеиваю их, как прах земной, как грязь уличную мну их и топчу их, ты сохрани меня, чтобы быть мне главой над иноплеменниками, вот это и уже новая идея, потому что помните, как Господь яростно отстаивал идею, чтобы ни в коем случае не было в народе израильском язычников, и здесь Он берет именно под свое начало иноплеменников, конечно, от этих иноплеменников еще будет страдать Израиль. Что здесь, человеческое или Божье? И человеческое и Божье, потому что Богу часто приходилось легализировать человеческие идеи. Он даже однажды принял, то вы однажды принял. Не, ну а собственно мы-то мы-то что? мы-то уже вошли в новую церковь, понимаете? Поэтому для нас Давид, понимаете, не Христос. Бог мстящий за меня и покоряющий мне народы. Вот такие слова. Дух Господень говорит во мне и слово его на языке у меня. Какие дерновенные слова. «Не так ли исходит от него все спасение мое и все хотение мое? И нечестивые будут, как выброшенные терния, которые они берут рукою, но кто касается его, вооружается железом или деревом, копья и огнем сожигает его на месте». Мы видим, что Давид с одной стороны был грешником, но с другой стороны в нем было глубокое покаяние. И Господь любил Давида и всяческие милости посылал, но и наказывал. Вот это очень важно. То есть он не создавал им типичных условий, потому что он грешил. То есть каждому есть возможность быть правильным и Господь будет благословлять. Затем 23 глава нам говорит еще о перечислении здесь крабрых военной дружины Давида. И тут такие интересные тоже моменты. Вот называются имена воинов крабрых и говорится, что вот он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. Здесь очевидно, что с этими храбрыми была благодать Божия. Потому что так, конечно, помните, нам вспоминаются времена судей израильских, когда одной челюстью ослиной судей израильских побивали множество и так далее. И еще очень такой благородный момент, когда возжаждал Давид, помните, я отправил за водой своих, буквально на верную гибель своих воинов, и когда они принесли ему, то он сказал, сохрани меня, Господь, чтобы я выпил эту воду. Не кровь ли это людей, ходивших с опасностью собственной жизни, и не захотел пить ее? Вот, что сделали эти трое храбрые. Он не захотел пить ее и во славу Господа. Понимал, что понимаете, просто нужно вчитываться во все эти тонкости для того, чтобы понимать случайности. И последний, последняя глава нам здесь, она как бы заводит в некоторое смущение, да? 24 глава Новочон говорит, гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, пойди исчисли Израиля и Иуду. Да? И помните гнев там за исчисление. А сейчас я буду вам приводить много интересных мест для того, чтобы понять, в чем же здесь суть этого момента. Личина гнева такая. сейчас. Так, мы открываем первую книгу Паралипомена, 21 глава. Это очень интересный момент. Здесь нужно сравнивать. Вот, читаем. 2, 4 главе книги царств. Держите кекс, да? Гнев Господень опять возгорелся на израильтян и возбудил он в них Давида сказать, пойди исчисли Израилю. А в 21 главе что мы читаем книги Паралипомена? И восстал сатана на Израиле, возбудил Давида сделать счисление израильтян. Так там возбудил гнев Господень в смысле простите гнев Господень возгорелся, да? А здесь сатана восстал на Израиле. Сделать исчисление израильтян. И сказал Давид Иоаву и начальству чиноводия пойдите исчислить израильтян и так далее. Что же здесь нужно понять? В чем грех был Давида? В том, что он исчислил израильтян? Нет, не в этом. потому что мы открываем к примеру первую главу книги чисел и что мы читаем во втором стихе? Господь повелевает и сказал Господь поисею исчислите все общество самого Израиля по родам. Помните, там было перечисление всех колен и причем там с подробными цифрами. Каждое колено сколько оно имело тысяч человек. Так? значит не в исчислении греха. В чем же тогда? Открываем тринадцатую простите пятнадцатую здесь и тринадцатая пятнадцатая глава. помните грех Саула когда он не вовремя принес жертву не дождавшись Самуила. Семька не пошла и очень не могла. И в пятнадцатой главе в двадцать третьем стихе и в двадцать втором неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу как послушание и гласа Господа послушание лучше жертвы и повиновение лучше туковнув ибо непокорность есть такой же грех что волшебство а волшебство как убийство приравнивается и противление тоже что идолопоклонство что совершил царь Дэвид именно непослушание разве было повеление Бога исчислить народ тогда было и это все было с благословения Божие и это было можно а сейчас он захотел ради удовлетворения своего собственного тщеславия помните как Иоав который очень хорошо знал своего царя и он говорил господин ну не все ли они твои рабы для чего же требует всего господину и чтобы обвинилась эта вина Израиля то здесь было противковано исключительно тщеславие и вот когда царь Давид услышал после девятимесячной экспедиции своих своих воинов потому что возглавлял Иоав сколько у него мужей способны взять в руки меч он сдрогнуло сердце Давида говорит 10 стих после того как он сосчитал народ и вот именно здесь обратите внимание у кого есть с параллельными местами текст есть вот 10 стих видите и здесь параллельное место какое первое царство книга 13-13 видите да так вот именно это место указывает на грех Саула что он не в свое время принес жертву он понял что он не в свое время это сделал не нужно этого было делать а исчисления много будет а помните всегда говорится сколько-то тысяч а помните всегда идет о тысячах о тысячах то есть происходило исчисление но именно с таким мотивом нельзя было приступать к исчислению народа Божьего за это он был наказан но там интересно помните деталь которую мы в начале говорили так кто же все таки вот этот грех возбудил в Давиде к исчислению сатана ну а почему же говорится что Бог в книге царств а там говорится сатана а потому что Бог попускает сатане это нужно понять никогда сатана не может действовать без попущения Божия мы уже неоднократно об этом говорили помните Давид гордиться начал именно так и произошло именно так и произошло поэтому вот нужно читать вот эти параллельные места для того чтобы понять видите дополняет книга паралипомена дополняет именно книгу царств вот эту мысль да сатана возбудил этот грех но Бог попустил сатана помните как злой дух от Бога так сказать приводил приводил в песнование царя Саула ну собственно мы прошли книгу царств вторую еще еще можно упомянуть о том что царь Давид накопил очень много строительного материала для строительства храма так за этот грех был наказан здесь в этой последней главе говорится Давид вернее ему даже было предложено три наказания семилетний голод трехмесячные скитания от врага и трехдневная моровая язва нужно испить чашу горечь их а у нас представьте себе священник читает такие слова молитвы на исповеди он молится за исповедующихся словом сих то есть пришедших разрешитесь облаговолить представляете словом разрешитесь облаговолить вот так какая милость Божия к нам грешна и был сооружен жертвенник Господь принял ту жертву которую он принес потому что сошел как нам говорит огонь на эту жертву с неба сошел ну вот собственно все какие будут у вас вопросы да да пожалуйста громче говорите чтобы все слышали поставил начальника на всем войскам почему кого дело что он его поставил его поставил почему потому что Иоав был ну понимаете он просто демоническая понимаете какая-то жажда власти военачальнической была понимаете он же убивает и Авенира он буквально понятно конечно это была месть за своего брата помните он же Авенир убил брата а затем он убивает Авенира потом он убивает Амисая и Ааа потому что он хотел этой власти а почему он поставил потому что он же предан потому что он предан был но понимаете у него слишком была горячая голова и так сказать быстрые руки помните как говорилось о его так сказать способностях и военном таланте Амисай он был из колена Иудина и он хотел взять его для того чтобы в доброе отношение вступить с коленом Иудины когда после изгнания помните там такой интересный момент когда он посылает гонцов к колену Иудину говорит неужели встретят меня в начале израильтяне а не вы мои братья и тогда иудеи отправляют своих гонцов и значит Давида уже сопровождают в Иерусалим иудеи а потом израильтяне пришли и помните они возмущались но как говорится в писании что слово иудеев было более убедительным вот это постоянно конфронтация между израильтянами иудеями была но и Амисай был ну никаким полководцем все таки он был непроворный он не смог собрать в эти сжатые строки погоню за этим самим иничтожным человеком что он же ушел на сторону Амисай у нас погонит просто непонятно почему кто ушел на Амисай не ну понятно но понимаете дело в том что ему нужно было понимаете ему нужно было так сказать заключить доброе отношение с иудеями и поэтому такой был маневр но как оказалось он был неоправдан этот маневр помните он хотел жалость вызвать у иудеев когда значит он оплакал Амисай вот то есть и действительно нет 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 это не тот момент нет значит то есть здесь была исключительная такая человеческая стратегия у Давида по отношению к иудеям и он взял имена Амисая как кость от кости плоть от плоти иудейского народа потому что Иоав он не был от иудеев иудеев потому что он никаким был этот Амисай понимаете с точки зрения полководца он не смог справиться с своим заданием хитрым способом которые пришли к Давиду помните А почему таким способом? Я управлял рукой Месси за бороду чтобы поцеловать его Ну потому что все совершалось таким образом понимаете это в принципе это не вызывает никакого удивления потому что все совершалось в принципе так тогда Да То есть это нас уже не удивляет понимаете нас удивляет что Господь мог из грешника сделать праведника вот это нас удивляет а все остальное оно все там совершалось то есть это законы того времени так жили люди так они устанавливали свою власть первенство и приходилось соглашаться с этой властью и потом что Давид принял Иавра правда ведь? Хотя он убил подлым образом этого Амисая понимаете ну вот она собственно интрига царского дворца что? Еще какие вопросы? Матушку ну вот в общем если насколько говорит всем громче громче если насколько говорит всем сердце моего он на образе исторической личности Давида он нам хочет показать на том образе исторической личности как пример искренне покаяния да или общего даже потому что смотрицар старше лицо ну конечно конечно общего да я думаю да несмотря вот на все да потому что ну понимаете действительно этот человек ну он все-таки ну сколько у нас там разных понимаете персонажей через всю библийскую историю но все-таки этот образ царя Давида он действительно это было искреннее покаяние как он принимал все наказания от Бога искренне и он терпел эти наказания от Бога много таких личностей вообще вы встречали до царя Давида конечно царь Давид это действительно это праведник это пророк это ну а тогда жили о варварским законам того времени но не умели люди по-другому жить не умели и постился и кватал и каял все конечно было и конечно были а у нас как понимаете вот сегодня вы батюшка каюсь там да 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 раз все потом вирь вирь хватит хватит там понимаете ужалили укусили это что понимаете жизнь такая вы что не знаете не узнаете себя в царе давить все же наше понимаете но его покаяние все-таки как он понимаете у него камнем бросали а он говорил так значит Бог значит ему повелел понимаете да вот понимаете какая действительно покаяние прошу прощения это и меня так не слышно как я вас не слышу меня слышно нормально хорошо но здесь много об этом вы знаете я думаю что здесь какая-то присутствует вот такая детская простота потому что вот как дети вот что характерно да они сделали что-то плохое но они вроде как искупили свою какую-то вину я уже все я уже я уже не верну это мы сейчас понимаете имеем более возвышенные образы покаяния и поэтому мы не можем себе понимаете сказать как вот помните отцы говорили не знаю положили мы начало покаянию своему вообще хотя они там это высота было вспомните Иоанна Лестничника Лестничников почитайте какая там была тюрьма покаяния как они сами заключали себя в эту тюрьму добровольно какое-то было жесточайшее покаяние и что они могли сказать что я чистый порог а образцов тогда не было такого глубокого покаяния он действительно ну да я вот сделал плохо я исправился да господи ты же уже милости свою послал огонь с неба уже послал на ту жертву которая мне значит ты не прочь господи что-то непонятного все очень просто почему для нас псалмы очень близкие и понятны потому что там про нас все а почему нам вечерние утренние молитвы тяжело читать потому что там глубина покаяния там все возвышение а псалм там понимаете да чтоб там детям врагам значит им так сказать было понимаете и тратата и тратата понимаете так что все вот это растет вот понимаете растет именно вот этот дух покаяния Христос пришел понимаете здесь такая вот важная мысль относительно пришествия Мин Христа но оплатился человек он с ним не был все время знаете только нужно задуматься не было бы такой нужды воплощаться принимать эти страдания обливания Сыну Божию это понимаете это страшно что бы совершалось в те страстные дни если бы все так просто было если бы мы могли обойтись без него но не могли обойтись то есть нужно было Богу воплодиться стать одним из нас для того чтобы именно телесно показать что возможно человек да а чтобы человек запомнил надо запомнил надо быть распятым более того он дает свое тело в пищу нам он отдает себя нам для того чтобы мы восполнили достаток своих сил его сил огня то есть не мог человек без этих сил богочеловеческих совершать тот подвиг духовный Господь даже говорит что праведники еще больше меня сотворят понимаете даже такие удивительные слова говорят конечно больше креста никто не может сделать но в том смысле что как бы то что мы читаем из Евангелия то что мы узнаем из жителей святых то мы видим какая там так сказать тоже чудотворная жизнь этих людей вот такие дивные славные какие-то чудеса совершаются удивительные так что это конечно еще какие вопросы вопроса нет ну значит все хорошо мы все усвоили и следующее на следующем занятии третья книга царств и вторая книга фарлипомена то есть мы как бы не проходим ее но мы ее прочитываем для того чтобы нам было еще более понятно с дополнительной информацией третья книга и четвертая книга теперь разодача наиболее и четвертая книга